Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас 3 февраля, и мы едем на терминал транспортной компании «Деловые линии», чтобы забрать у них заказанные в Москве туринговые доски «Гладиатор ПРО». Сейчас приедем, посмотрим. Это наши будут первые доски. Поедем, заберем. Потом отогреем их немного, попробуем накачать, посмотрим, как они все входят в комплект. Более детально рассмотрим, откроем коробки, походим по ним, посмотрим, какие жесткие они. Решили заказать доски заранее, зимой еще, чтобы к летнему сезону не переплачивать, потому что сейчас уже сон выросла на них на 3000 рублей с января, и я думаю, что к лету еще дороже будет. Так что, ну вот такие дела. Да, надо сказать, что доски мы заказывали в сад-клубе в Москве, отправляли их с Зеленограда, с терминала, деловые линии, там, в 10 километрах от Москвы. Вот. Доски производства 2017 года, и, насколько я знаю, уже эти доски сделаны по технологии Массель, то есть там идет ламинирование и двухсторонний ПВХ. Вот. Ну, производитель дает на них вроде как аж трехлетнюю гарантию, а может быть двухлетней, по-моему, трехлетнюю гарантию, или шесть месяцев, по-моему, на сайте было написано. Вот. Ну, так или иначе, очень интересно посмотреть эти доски, сейчас посмотрим, как бы, и не сказал, да, зачем мы берем такие длинные по 4,8 метра доски, туринговые доски. То есть летом мы наметили сплав в Пожарском районе по реке Викинс, вот, и туринговая длинная доска, она себя лучше всех ведет остальных, по части курсовой устойчивости, вот, и на такой доске достаточно длительное время можно гребсти с одной стороны, вот. Ну, это так. Это я уже мелочи сказал. Так, приехали Посадская 20, где-то здесь, на территории, находится склад деловых линий. Приезд платный, что это такое, да, ерунда. Короче, получили документы на вывоз груза, постояли в очереди 40 минут. Не ожидал я такого, что так можно в офисе за грузом постоять в субботу. Так, ну вот наши досочки, 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 досочки. Сейчас будем упаковывать их. Короче, в багажник влезла всего одна коробка, вторую запихали в машину, вовнутрь. Ну, в общем, коробки мы забрали, все целое, непомятое. Сейчас немного дома их отогреем и будем доставать. Короче, все же, вроде целое, доехал. Так, доперли мы эти коробки. В принципе, коробки, на самом деле, не сильно тяжелые. Вот, сейчас им чуть-чуть отойдут до комнатной температуры. Будем их распаковывать и надувать каждую доску отдельно, при этом снимая подробно, как там что выглядит. Итак, вскрываем коробочки. Они уже у нас отогрелись в комнатной температуре. Посмотрим, что внутри. Сам Пупи сказали, что доски перед расправкой не вскрываются, не накачиваются, поскольку вид скрытого товара, ну, как бы, отталкивает покупателя. Люди хотят в первый раз распаковывать свою вещь самостоятельно. Вот, значит, смотрим, что сюда тут входит. Так, наборчик ремонтный. Что у нас тут есть? В принципе, стандартный набор, то же самое входит, что вот у меня лодка есть, лодку, в ремонт лодки входит. Здесь кусок ПВХ и резины, что-то какой-то ремкомплект. Ну, на самом деле, мне непонятно, как можно, допустим, если он до такого давления докачивается, как можно снаружи что-то заклеить. Вот. Ну, не знаю, есть. Хорошо, нету. Тоже хорошо. Да, держи. Дальше. Насос. Насосик. Насос. Так, шуланка, это накручивается на насос, это вставляется в доску. Насос пластиковый. Дата изготовления написана на насосе. Сентябрь 2017 года. Манометр. И переключатель. Можно качать в одинаковом движении, можно двойном. Так, ну, пока это все в сторону убираем. Очень интересно. Здесь еще ракета, прокладка есть. Не знаю пока, что это. В процессе дело разберемся. Ну, вот так вот выглядит манометр у насоса. Я так уже ближе снимаю, показываю. Вот переключатель. Дабл-экшен. Сингл-экшен. Туго переключается. Не будем пока щелкать. Направляющая алюминиевая. Ну, посмотрим. Перейдем к накачке, посмотрим более детально. Дальше, что здесь у нас? Дальше у нас идет сама доска. Свисло. Нам обещали, что будет свисло карбоновое. Давай, его открою. На, держи. Так, пакеты все в другую сторону. Ну, жесткое весло, жесткое и легкое. Жесткое и легкое. Ну, похоже на карбон. Похоже на карбон. Карбон или это на самом деле, не знаю. Давай ставим вот так вот посмотрим. Ну, все защелкивается. Ничего, в принципе, не болтается. Качество, в принципе, нормальное. Ну, как-то так. Как-то так мы будем гребсти. Плавник еще отпотевший до сих пор. Ну, потому что на холодном складе было. Держи плавник. Води пока накрывать. Забыл, как называется эта штука. Это чтобы при падении с доски, она, доска не плыла от тебя. Одна штука цепляется за ногу, за ту, которую ты не толкаешься. Вторая цепляется, лишь, вроде бы называется, вторая цепляется за саму доску. Выбираем в сторонку. Вот. Собственно, сама доска. Вот так выглядит рюкзак. Доски Глодианар ПРО. Рюкзак черный, колесики есть. Ну, кстати говоря, вот если тащить ее самому, да? В принципе, не такая уж такая, ну, не такая уж тяжелая. Ну, сколько здесь килограмм, наверное, 10-12 здесь есть, наверное. Вот. Не сказать, что прям такая тяжелая доска. Здесь есть лямки. При желании можно напялись на себя вот так вот. Вторую не буду надевать, не хочу. Давайте, короче, доставать уже. Скорее, давайте доставать. Будем закачивать. Кстати говоря, здесь есть такой еще карманский или большой достаточно. Туда можно напихать вещей каких-нибудь. Тоже самое насосное, наверное, влезет все запихать. Так, вот сама доска. Ага, она присевывается, точно. Двелянки отстегиваем. Доска выходит. Так, ну, рюкзак пока убираем сторонку. Так, вот у нас доска. Доска. Размотаем ее вот сюда. Да, здесь не знаю, вам вида не видно. На этой доске уже сзади упор. Ну, подпятник такой удобно. Давайте размотаем ее. Так, вяжи мило, держи так, чтобы не размоталось. Так, ну, измерять в длину ее будем после того, как накачаем. Сейчас мы ее накачаем и после этого проверим, какая нам длина. Вот снимаем маленько вблизи, чтобы было видно. Вот так вот выглядит клапан. Видно, не видно. Как выглядит текстура. Это коврик, он уже приклеен. Здесь цельный коврик. Мягкий, причем, коврик. Вот, не знаю, вида вам не видно. Текстура у него такая крокодильчатая. Ну, надпись 12,6. Ну, собственно, доска полностью, полностью, как бы, соответствует описанию. Потому что мы представлены на сайте Сад Клаба в Москве. Вот, резинка спереди. Резинка. Так, резинка сзади. Резинка сзади. Не помню, была на сайте резинка сзади или нет. Ну, крепежная резинка. Вот, как бы, доска это такого, ниже среднего ценового сегмента. То есть, распадал доски стоит гораздо дороже. Там, в два раза дороже доски. Вот, здесь нет крепления под экшн-камеру. Ну, в принципе, при желании Xiaomi или тоже GoPro здесь запросто можно прилепить. То есть, материал достаточно жесткий. Она, ну, как бы, не отклеится. Поэтому, если есть желание прицепить экшн-камеру, запросто можно прицепить. Ручка тут есть, вот, посередине. Вот. Ну, собственно, собственно, больше здесь нечего показывать особо. Сзади вот крючок есть, петля металлическая. Ну, и, наверное, есть спереди еще. Да. Спереди тоже есть. Вот он торчит. Ну, все, сейчас накачаем, посмотрим. Кстати, не сказал, да? Этим насосом можно лодку как накачивать доску, так и скачивать. Здесь подписано выход, вход. Вот я сейчас накрутил на то отверстие, где выход воздуха. Вот я сейчас качаю. Стоит дабл-экшн, то есть я плотно наполняется при движении насоса вверх и при движении насоса вниз. Вот. Ну, собственно, я уже посмотрел немало роликов на эту лодку. Когда она накачается, приобретет форму, то налог переключает насос в режим сингл-экшн, и лодка будет накачиваться только при движении вниз. Вот. Ну, это уже идет рамбовка. Вот. На лодке в районе насоса имеется надпись, надпись 26 PSI. Пока не готов сказать, что за единицы измерения PSI. Сейчас посмотрим, загроблим. Вот. Но в многочисленных роликах, что я уже смотрел в интернете, накачивают эту лодку там, ну, 18 PSI, там, 20 кто-то. То есть не рекомендуют качать это упора, как бы. Но это и не, это не, как бы, и не, как бы, рабочее давление, это предельное давление, которое она выдерживает. Ну, и как бы здесь еще, что важно, что летом лодка же на доске нагревается, поэтому я думаю, что... Ну, сейчас по насосу будем смотреть. Я думаю, что в районе 15 PSI мы накачаем, посмотрим, какая она жесткая. Поставим ее на табуретки и попробуем на нее встать, согнется она или нет. Короче, в роликах на YouTube почему-то у народу быстрее получалось накачать, чем у нас сейчас. Ты можешь быстрее качать, например? Парк, давай я буду дальше. Ну, что с тобой? Ну, вот я накачал уже до давления, до давления, до давления 10 PSI. Качать уже реально тяжело, больше качать не буду. Вот, сейчас попробуем подложить что-то мягкое под доску и попробовать встать на нее, как она будет. Свука жесткая. Короче, мы решили остановиться на давлении 10 PSI. Реально тяжело уже качать. Вот, и ну, как бы доска такая, уже как твердая такая, как перекачанный футбольный мяч. не продавить. То есть, и подробуйте рукой. Она реально твердая. Вот она реально твердая. Ну, ка за весьма. Пошли. Вот мы вдвоем, вдвоем стоим. Она даже, даже намека нет на какой-то, ну, чтобы, чтобы она прогнулась. Пяткой, когда вот только давишь, что-то еще там чувствуется небольшое. А так она нереально жесткая. Сейчас мы продолжим что-нибудь по месту, плавники не сломать. Вот. Попробуем положить ее сейчас на табуретке, посмотрим, как будет. Вот. Если будет гнется, попробуем еще накачать. Вот мы поставили доску на табуретке. Сейчас я, я со своим весом залезу, посмотрим, как она прогнется, не прогнется. Под весом ребенка она, конечно, здесь даже намека нет на какой-то изгиб. Ну, посмотрим сейчас. Сейчас я залезу на доску. Ну, вот я стою. Сильно прогибается, нет? Ну, видно, что прогнулась. Прогнулась, да? Видно. Давай попробуем испытать ее теперь на давление, которое мы видели в ролике. Там, допустим, хотя бы 16 PSI накачать. Сейчас я сниму ее. По части веса, но она не тяжелая, то есть ее одному вообще очень легко нести. Мимо, убери стульчики в сторону. Ну вот, в целях эксперимента накачали до 15 PSI. Честно говоря, качать уже реально тяжело и страшно, то есть продолжать уже страшно. Мне кажется, что она сейчас лопнет. То есть если я качну еще разок, она просто лопнет. Вот, сейчас потрогаем, какая она сейчас по твердости. Начали мы доску до давления 15 PSI. Ну, руками на ощупь, честно сказать, я не замечаю разницу, но такая же твердая, нереально твердая. Такое ощущение, что она пластиковая. Вот, честно говоря, качать больше 15 PSI страшновато, кажется, что она лопнет просто. Вот, ну сейчас я опять залезу на нее, посмотрим, как она сейчас себя будет вести. Сейчас меньше прогибается, да? Да. Ну вот, я думаю, что 15 PSI это просто за глаза. Вот, не знаю, может быть, не опытный еще пользователи таких штук. Может быть, это нормальное давление, но мне кажется, вот, сравнение, как я качаю свою лодку Forward 3.6, это, конечно, давление страшное здесь просто. Вот. Ну, а так, в принципе, я посмотрел вокруг, как бы никаких таких изъянов нету, все достаточно качественно сделано. Вот. Все ровно приклеено, ничего нигде не торчит. Сзади, сзади стороны приклеен номер ее серийной доски. Вот, можно показать, вот он, серийной доски. Значит, ну, плавники, плавники, вот они под низом, плавники. Это защита. Плавник мы перекручивать не будем, здесь нет ничего интересного. Сейчас все аккуратненько сдуем. Вот. Ну, я уберу доску в рюкзак, чуть похоже, мы сейчас отдохнем и достанем с коробки вторую доску, посмотрим, ну, как она себя ведет. Целая она, не целая. Ну, так, все, у нас перерыв, ребята, перерыв, идем пить чай. Ну, и давайте я чуть-чуть весло сниму поближе, потому что во всех роликах, ну, не показывают вблизи, как оно выглядит. Это быстро зажимной хомут, третья составная часть, которая выдвигается из средней части. Ну, здесь, ну, не знаю, видно вам, не видно, похоже на карбон, похоже на карбон, похоже на карбон, и весло выполнено, как бы точно так же, такого же материала, похожего, жесткое весло, то есть оно не мягкое. итак, одну лодку мы проверили, сдуватель специально не стали, хотим посмотреть, как оно при давлении 15, простоит хотя бы часок или нет. Сейчас соберем вторую доску, накачаем, и ради эксперимента накачаем ее до давления 20, нет, 18 и так сделаем. Будем надеяться, что в этом комплекте никаких инфризов нас не ждет. насос, насос естественно будем использовать этот, чтобы она может убедиться, что оба комплекта у нас исправны. Выбираем в сторону, сразу резинка здесь идет, проверяем ремкомплект, все на месте. Весло, ну, весело, коли мы все проверяем, давайте проверим и висолок. К сплаву готов. Так, в весело убираем в сторонку пока. Дальше, что у нас? Лишь идет, может быть, лишь называется, плавник. Ну, плавник я уже показывал, здесь особо ничего не заинтересного, когда очень жесткий, крепкий плавник, защелкой, вот здесь никаких винтиков, шурупчиков, отверткой закручивать не нужно, вот, минимум инструментов. И достаем саму доску. Доска, вот она, так же, коробку убираем, время на сторону. итак, прикручиваем шланг, здесь подписано все, а вот, это означает, для накачки, наружу, откручиваем клапан, защелки, вам, я уже сразу надел красный плакат, прокладку, так, ну, и как бы качать будем сразу эту доску до давления 18 PSI, а вот, все равно, кто-то вопроса задаст к видео, пробовали качать доску, ну, до большего давления. Поехали. Накачали вторую доску, накачали чуть-чуть побольше, до 18 PSI, но здесь еще раз хочу обратить внимание, что бессмысленно качать до такого давления, во-первых, очень тяжело уже качается, во-вторых, она уже и без того жесткая, куда еще жестче, вот, но, как бы, нигде не травит, я не слышу, ступито шипело, что-то, то есть, как бы, она целая, визуально косяков, на ней никаких нет, вот, поэтому, сейчас она постоит, маленько, и будем все это заново сдувать, как бы, и раскладывать по рюкзакам уже до первого сезона, я не знаю, когда у нас первый сезон был, в конце апреля, наверное, в мае, пойдем сначала по морю, здесь, потом попробуем, как бы, по реке, вот, так что, в принципе, эти доски я могу рекомендовать, если что, какой косяк, как бы, это спортивное направление, как бы, оно достаточно дорогое, то есть, даже вот эти вот, даже не среднего, это, как бы, чуть-чуть ниже среднего уровня доски, да, они и без того стоят, достаточно дорого, вот такая доска в Москве стоит сейчас в районе 35-33 тысяч рублей, и как бы, для нескольких выходов в море, там, ну, достаточно дорого, достаточно дорогое удовольствие, поэтому, хобби интересное, но дорогое, вот, как-то так, спасибо за просмотр, кстати, не показал, как выглядит плавник вблизи, он выглядит вот так, материал очень, такой твердый, он не эвастичный, то есть, это твердый плавник, достаточно толстый, здесь, наверное, в толщину миллиметра 4-3,5, вот, защелки здесь на веревочках, он, в этой доске идет третьим, идет третьим, ну, есть доски, в которых просто плавники эти, они, он один на доску, бывает очень большой плавник, ну, вот, именно в гладиаторах, вот такая комплектация, вот, вот такая комплектация, Продолжение следует...